Дорогие друзья, всем доброго вечера, уже доброй ночи. В Ленобласти туман, и мне показалось, такой туман пропускать нельзя. Плюс уже такой вот пар идет, посмотрите. Я решила поговорить с вами на улице. Скоро выпадет снег, и уже такую роскошь, как долгие разговоры на улице, я себе позволить не смогу. Мир сейчас полон постоянно негативных, тревожных новостей. Каждый день что-то происходит, люди не понимают, и я порой тоже не понимаю, как строить долгосрочные какие-то планы, перспективы. И в связи с этим я решила рассказать вам один маленький человеческий фрагмент моей жизни, который совершенно никак не связан ни с достижением целей, ни с успехом, ни с зарабатыванием денег, ни с анализом политической обстановки, а вот просто эпизод из жизни. Жизнь состоит из мелочей, по крайней мере моя жизнь. Еще в детстве мне мама всегда говорила, что нет ничего более вечного, нам не дано ничего более вечного, чем разговоры за чаем. Жизнь состоит из каких-то мимолетных ощущений, переживаний, чувств, запахов, звуков. Вы знаете, вот на днях мы записывали с Ириной Николаевной Смирновой ее интервью в такой необычной форме с моим другом, композитором в Петрозаводске. Она постоянно какие-то афоризмы выдает, и она сказала, музыка – это отношение звуков друг с другом, взаимоотношение между нотами. Здорово, правда? И вот эта маленькая зарисовка, этот фрагмент – это тоже жизнь, это быть живым, ощущать себя живым. И жизнь, как правило, состоит не из геополитических новостей, из которых мы черпаем в основном один только негатив, и можно свихнуться, а из простых человеческих моментов. И жизнь в сознании многих людей наконец-то стала такой основополагающей ценностью, потому что каждый понимает, что жизни можно в буквальном смысле слова лишиться. Есть вот такая теория, что сил, энергии нам дается ровно на один день. И даже в книге книг написано, что завтрашний день не в нашей власти. То есть сегодняшний день нужно использовать, сегодня нужно жить, сегодня нужно что-то делать, что-то созидать, переживать. А завтрашний день буквально не в нашей власти, и можно просто не проснуться. Огромное количество людей умирает ночью, во сне. И вот даже сердечные больные – это люди, которые, когда испытывают сердечную недостаточность, вы можете поинтересоваться у кардиологов, они переживают пики и шуми в ночное время, где-то с часу до пяти утра. В этот момент чисто физиологически все происходит так, что наше сердце наиболее обескровлено, а оно продолжает работать. И множество сердечных смертей происходит ночью, и очень часто перед рассветом, на рассвете. Вот представьте, человек планировал, что-то хотел на завтра, что-то предполагал, но он просто не проснулся. Поэтому у нас есть только один день – сегодняшний день. Я расскажу об одном чисто житейском эпизоде, потому что после Сочи я полетела в Дагестан. Там я отработала 8 и 9 октября в Хасавюрте. Очень интересная была для меня поездка, потому что я столкнулась с новой совершенно традицией и культурой мусульманской жизни. Абсолютно все женщины, не подавляющее большинство, а просто все женщины были с покрытыми головами, с закрытыми волосами. Меня приятно удивило в этом регионе полное отсутствие матерных бранных слов на улицах. Это связано с тем, что люди 5 раз в день молятся. Многие из тех, которые считают себя по-настоящему верующими, даже не знают вкуса вина. Я сейчас не идеализирую мусульманскую религию, но хочу сказать, что много положительного я извлекла наблюдать за жизнью этих людей. Меня впечатлили величественные горы Дагестана. Я решила задержаться, а, как правило, я когда куда-то лечу, обратный билет не беру, потому что в моей жизни присутствует спонтанность, в моей жизни присутствует всегда импровизация. Может быть, кстати, поэтому мы здорово сошлись с Ириной Николаевной Смирновой, мастером импровизации. Моя речь, особенно на лекциях, имеет, конечно, структуру и реперные точки, но я все-таки всегда спонтанно и всегда импровизирую, всегда есть моменты живой, нестандартной реакции. Получается такая речь, рассуждение матрешка одно в другом, о разном. Ирина Николаевна упомянула интересные исследования, мы рассуждали с ней об искусстве импровизации, и она давно этим занимается. Около 30 лет преподавала в Петрозаводской консерватории, сама мастерски импровизирует. Мы ночью слушали, уже после завершения рабочего дня и записи интервью, мы слушали ночью совершенно невероятные импровизации. Я давала вот так спонтанно какую-то тему и просила, сыграйте, пожалуйста, «Миллион алых роз», как это видите вы. Она играла, и невероятные переливы с повторяющимся лейтмотивом из музыки Раймонда Паулса были просто очень необычные. Старая привычная мелодия, но в новом свете. Я просила Ирину Николаевну сыграть что-нибудь из Бетховена, вот прямо ей говорю, симпровизируйте что-нибудь на тему лунной сонаты. И вы знаете, без подготовки, но подготовка вся громадная, жизнь под длиной в жизнь. И вот условно, без подготовки, она начинает со вступлением, развитием, шедевральными совершенно оборотами, переливами. То она отдаляется от этой лунной сонаты, то она приближается к ней вновь, и в конце финал. Или, например, размышления «Русский вальс», вот так она его спонтанно назвала, «Поздняя, ранняя осень» в стиле русского вальса. Я слушала, и несмотря на усталость и ночь, у меня повышалось настроение. Мы разговаривали с Ириной Николаевной о том, что, например, Луи Армстронг однажды симпровизировал невероятную мелодию, и газеты написали, что это гениально. Тогда он положил это на ноты, выучил все с точностью до малейших деталей, и уже никогда больше не исполнял это в качестве импровизации, а вот готовое произведение. И когда его спрашивали, музыканты, критики, «Зачем вы так поступили, если ваши импровизации великолепны, почему бы не импровизировать вновь?» Армстронг говорил однажды, это назвали гениальным, вдруг в следующий раз так не получится. Я очень люблю эти живые истории из уст Ирины Николаевны, из уст других музыкантов, которые могут всегда поделиться чем-то из жизни. Петра Ильича Чайковского, например. Жизнь его была богата разными историями. И вот я поговорила за кадром. Мои вопросы мы вырезали, а оставили только то, что в ответ говорила Ирина Николаевна. Мне очень понравился этот формат. И я вновь и вновь хочу сказать об импровизации, об искусстве импровизации. Живая жизнь, живые встречи, живые разговоры, даже тост и ваши пожелания, хотя можно продумать общую канву, они все-таки должны быть живыми. Вот вчера у моей мамы был юбилей, и мой средний племянник, когда говорил, тост вдруг расплакался. Я увидела, до какой степени искренне он любит бабушку, как он говорит об этих вещах спонтанно, о своих чувствах, о своем отношении к бабушке. И это невозможно сделать как заготовочку. Я внимательно наблюдала за его глазами и просто в какой-то момент даже засомневалась. Мне показалось вдруг в какой-то момент, что глаза становятся у него влажными, как-то дрожат так своеобразно ресницы. И потом я поняла, что мне не показалось, потому что слезы стояли в глазах. Вот эти искренние, детские, живые, неподдельные слезы. И для меня вся жизнь – это искусство дыхания, искусство импровизации. Потому что в этой спонтанности, в этой какой-то детскости, в этой непосредственности очень много живого. Я частенько опаздываю на какие-то встречи, мероприятия. Практически всегда я задерживаюсь. И потом я себя корю, говорю, что я поздно пришла, задержалась, опоздала. Иногда я заранее извиняюсь, и даже какие-то обороты такие в речи использую. Могу ли я быть прощена заранее? И я стала наблюдать за собой, посмотрела со стороны. Почему я опаздываю? Потому что во многом моя жизнь – это импровизация. Когда я куда-то еду, я могу вдруг увидеть что-то, и я непроизвольно останавливаюсь, иду это смотреть. Я не могу. То есть мне нужно это увидеть, ощутить, понюхать, потрогать, сфотографировать. И я знаю точно, что те мгновения, которые не произошли, больше никогда не повторятся. Нам только кажется, что мы еще вернемся в этот театр, мы еще досмотрим эту пьесу, мы еще сможем увидеть этого исполнителя. Мы еще побываем в этом ресторане, мы еще слетаем в Марокко, мы еще увидим Японию. Мы много чего еще поговорим с вами долгими ночами напролет, о каких-то тонких моментах. Но мое убеждение – если что-то не произошло, оно уже больше никогда не произойдет. И поскольку я как губка, жадно открыта к жизни, и мне интересно совершенно все. Люди, эмоции, движения, чувства, переживания, как устроен мир, как устроена душа человека, как устроен его мозг, я пытаюсь вместить в один день и час, и порой минуту совершенно невместимые вещи. И я поняла, вот буквально позавчера, когда мы работали с Ириной Николаевной Смирновой, что нас роднит спонтанность в поведении, в творчестве, вот этот момент импровизации, тщательно при этом подготовленный, проработанный множеством других занятий, чтения, репетиций, упражнений с самим собой наедине. И это общение с ней всегда получается удивительно живым. И вы, наверное, уже успели посмотреть мое видео, которое посвятило теме возрастных изменений. Я назвала это «Антиэйдж». Оно набрало достаточно много просмотров, уже около сотни тысяч за эти дни. Я наполнилась в Дагестане пространством и звуками гор, тишиной, абсолютной безлюдностью. Как говорил Пастернак, тишина – ты лучшая из того, что слышал. Дом Ирины Николаевны расположен на окраине Петрозаводска в лесу таким образом, что там совершенно нет звуков дороги, нет какой-то посторонней музыки, звуков пилы, дрели или экскаваторов. Нет ничего механического. Скромный маленький домишко, лес, тихие и немноголюдные соседи неподалеку, немноголюдные дома. И я не сразу поняла, почему я в этом доме так бесконечно кайфую. Потому что помимо светлой атмосферы и той свечи, которая находится внутри этого громадного человеческого богатства, кроме вот этой вот сердечной свечи Ирины Николаевны, там еще громадная тишина, доброжелательность, спокойствие, умиротворение, которое ощущаешь физически, как можно ощутить вкус молока или вкус свежего масла. Я обещала вам рассказать одну маленькую ситуацию, которую я прошла в Дагестане. Я надеюсь, что она подскажет вам правильные действия, может быть, отвлечет от тягостных дум, направит вашу всю энергию и дела, на что-то простое, человеческое, доступное, сиюминутное. Вот сейчас, когда ты уже, кажется, ничего не можешь сделать. В общем, я путешествовала, и за мной увязалось два голодных котенка. Это были рыжие котята из одного помета. Один с белым пятном, а другой полностью рыжий. И вот у этого рыжего кота, у них такие своеобразные бровки, видно было, что точно они от одной кошки. Вот настолько драма чувствовалось в этом кошачьем лице, мордочки не сказать. Вот в кошачьем лице вот это драма. Они были настолько костлявые, но шустрые, что у них прям торчали кости через кожу, но они бегали, старались, они пытались забегать в столовую на той базе, где я остановилась, и хоть что-нибудь выпросить, стащить, но им ничего не давали. Попытки делиться с ними едой, отдавать кусочки фарша, мяса, каши, молока. Встретили гневное недоброжелательство и сопротивление отдельных персонажей. Вообще есть такие люди, которые считают, что кошки и собаки кроме инфекции и проблем ничего не несут. Но это не так. Даже Мухаммед, пророк, говорил, что кошки и собаки это друзья человека, и мы должны их поддерживать и помогать. Когда кот мурлыкает свою песню, ты ощущаешь, что пространство как-то правильно вибрирует, что жизнь под контролем, что есть место доброте, теплу, уюту. Без кота, знаете ли, жизнь не та. И, в общем, я их неделю откармливала, поселила их под своим домом, домиком, который мы арендовали, в коробке. Котята вначале нашли опилки под домом, и когда они всякий раз выползали из этих опилок, я думала, где они скрываются. Залезла под дом, дома там стоят на сваях на горе, и этих опилок собрала в картонную коробку, в коробку постелила свое полотенце, сделала им такой вот домик, временное убежище. Периодически я пускала их внутрь, но очень боялась, что они что-нибудь в этом новом бревенчатом домике испортят, а дом не мой. Поэтому я пускала их в коридор погреться, в техническое помещение, где висел бойлер. Они там отогревались, я их кормила, в какой-то из дней я их накупала, обработала им уши, вычесала хвосты, и в общем коты потихоньку стали округляться. И одна вредная женщина, редиска, рассказала собственнику этого домика, что я взяла полотенце и постелила котам в коробке. Вы знаете, вот эти вот сплетни мерзкие, они имеют место даже там, где, казалось бы, их невозможно ожидать. До меня не сразу дошло, почему она с такой ядовитой нотой на завтрак и мне сказала, а вы постелили полотенце. И вот так посмотрела к котам, и так вот она ядовито улыбнулась. Потом, когда до меня дошло, я к ней подошла и сказала, что вы знаете, полотенце это мое, я его с собой привезла, оно белое, а ваши полотенца цветные. Я-то решила, что она чисто мне замечание сделала. И только позже я поняла, что она подала под вот этим соусом хозяину этого домика, что я взяла его полотенце, она сказала, что полотенце постелила, понимаете, но она не сказала, что это мое полотенце, что у них-то полотенцев таких нет, полотенец. В общем, неважно. Я стала чувствовать какой-то груз этого всего. Взяла котов под мышку. В общем, у меня там еще оператор был, Артур. Еще мои друзья и сотрудники из Грозного приехали, две совершенно чудесные женщины, мои подруги. И я решила, что пора делать ноги. Надо поискать убежище себе другое, поближе туда, к горам. И мы переместились в детский санаторий в Гунибе. Но этот санаторий вообще совершенно удивительная, другая история. Там, в санатории, возле столовой гнездилось множество кошек. Мои два рыжих кота от меня не отходили ни на шаг. Они просто как собаки бегали за мной. У них всегда было утром, в обед и вечером куча еды. Тевтельки тебе, пожалуйста, что сама ем, то и им даю. Кошачий корм там купить негде, ничего вокруг нет. Каждый день мы ходили долгие километры в горы. И вот, там были более сердобольные люди. И даже в столовой работала одна женщина, которую звали другие кошачья мама. Она вечно что-то котятам этим выносила. И я обнаружила, что множество котят больных, а их ведь дети тоже трогают. И кошка там одна лежит с этими котятами. Они все переплетутся. Причем разного помета, разного возраста. И одного котенка ей подбросили. И вот этот котенок был примерно 2-3 недели крошечный, малепусенький, грязный. Но такой жажды жизни я не видела ни одного живого существа. То есть я иду, холод, уже заморозки, вы понимаете, и не на траве, на листьях. А он бежит за мной. И я вижу, что у него половина головы заделана, то есть лепешка на половине головы, гной, вот этот фибрин, какие-то болячки, расчесы, грязь, все это перемешавшись с шерстью, то есть как панцирь на половине головы, от уха до носа. На правом глазу лепешка, и левый глаз едва-едва приоткрыт. То есть непонятно, то ли там глаз, то ли там рана, то ли там что, то ли там щелка и глаз уже сгнил. Зная, что кошки могут нести заразу серьезную, то есть однажды я заражалась от кошки, это произошло в Турции, и потом целый месяц лечилась, сидела там в больнице со скобы, по страховой, в общем, мне делали массу анализов, и я знаю, что прикосновение к такой заразной кошке может быть опасным. Но мне было страшно, жалко этого котенка. В общем, я два раза прошла туда-назад, и поняла, что он бежит вот за ногами просто на каком-то инстинкте выживания. Я не могу просто мимо пройти. Ну, думаю, что я могу сделать? Так, что я могу сделать? А там не было даже полотенец, вот в отличие от предыдущей базы, все, кто постояльцы, там были, они полотенце брали с собой, как мне сказали, из гигиенических соображений. Я пошла к медсестре, выпросила у нее ее личное полотенце, потому что у меня не было ни одной даже тряпки. Взяла в качестве ассистента своего, для этой операции масштабной, своего видеооператора Артура, который сейчас тоже стоит за камерой. Артур сразу согласился. Я говорю, слушай, я хочу кота прооперировать, поможешь мне? Он говорит, да. Ну, я говорю, хорошо, надо настроиться. В общем, я пошла в медпункт, аптеки не было рядом. Мне выдали два бинта, я выпросила две здоровых бутылки с перекисью водорода. Какой-то мы нашли таз, налили туда горячей воды. Артур был чистым ассистентом, а я работала, делала грязные виды работ. То есть, он открывал баночки чистые, чтобы не переносить заразу с кота на эти банки. Подавал мне инструменты, в качестве инструментов я использовала щипцы для волос, для выщипывания бровей. В общем, замотали мы этого кота, чтобы он не царапался, отмочили его в теплой воде. Он мало сопротивлялся и долго-долго отмачивали вот эту болячку. И потом старой зубной щеткой я эту болячку всю смыла с него, счесала. Мы были в перчатках, слава богу, нам их дали в медпункте. Я мотивировала тем, что ликвидируем заразу, дети не будут заражаться. И одна медсестра пришла нам помогать. Она взяла технические перчатки, такие толстые, принесла антибиотик широкого спектра действия в порошке и две ампулы лидокаина и шприц. И вы знаете, что мы делали? Вот после того, как мы отмыли кота, я увидела, что у него глаз может быть и цел. Обнажилась рана на голове, две дырки раны в крошечной маленькой лапке. Вот лапка была меньше моего мизинчика. Я все это промыла перекисью. Перекись шипела так, что от пены кота видно не было. У него, мне кажется, облез рот, язык, глаза, уши, облезло все. То есть мы его и накупали. И потом я просила Артура держать коту голову, открывала каждый глаз. Это было, конечно, очень котенку плохо, больно и неприятно, но я понимала, что если не обработать, проку не будет. И мы залили в каждый глаз по целой бутылке вот такой вот 50 миллилитров перекиси водорода. Разбавленные, конечно. И вымыли весь этот гной. Потом высушили его. Зеленкой обработали полностью всю голову, уши, нос, лапу, чтобы он сам себе никуда ничего не заносил. Котенок уже к тому моменту, как мне сказала кошачья мама, три дня не ел. И я этого котенка периодически делала паузу, чтобы он отдохнул от наших манипуляций, посадила в маленькую картонную коробку из-под чайника, четко по его размеру, чтобы он мог согреться, и поставила на батарею. И знаете, что этот котенок сделал? Вот сразу же, как только его размотали, просушили полотенцем, он еще даже ничего не ел, он стал мурлыкать. Я была потрясена, потому что целый час над этим маленьким крошечным тельцем мы фактически издевались всеми вот этими манипуляциями, но с точки зрения болевых ощущений, как вы понимаете. Понятно, что пытались пользу принести, но тем не менее. И котенок мурлыкал и засыпал. И у него была первая ночь в помещении, в тепле. Я пыталась, вот взяла даже какую-то тряпочку, его тряпочкой гладить, потом, когда сняла перчатки, все помыла, обработала, взяла бутылку с хлоркой, все вокруг в помещении, все, что прикасалось к этому коту, я все выбросила. И что я только не делала. Мы сделали укол в холку, большой, я бы сказала, лошадиной дозы антибиотика на ледокаине, и котенок категорически отказывался есть. Видно, ему было плохо. На следующее утро он немножко ожил. Глаз снова потек, я его обработала еще раз. И маленьким шприцом набрала молока, согретого на батарее. И кубика два или три ему в рот этого молока залила. Мне страшно хотелось, чтобы этот котенок жил. И в этот день мы должны были уезжать. Я договорилась, чтобы кота курировали. Женщины в столовой взяли его в комнату отдыха. И обещали, что он месяц поживет там, пока немножко не подрастет, что они его будут кормить. С медсестрами договорилась посменно, что они будут делать уколы. Я знаю точно, что первые три дня эти уколы делались. А потом котенок начал активно есть. И у него, представляете, открылись оба глаза. Я позвонила вчера Магомету, который работает водителем, и охранником этого санатория. И он мне сказал, что котенок видит, глаза целы, он бегает и активно ест. У меня от души отлегло. И я считаю, что крошечное, маленькое дело, полезное такое, неважно, вы синицу салом накормили, или вот Ирина Николаевна постоянно хлеб и все пищевые остатки в большую тарелку кладет и ставит на веранде своего дома, на кромке леса. И птицы прилетают и постоянно там едят. И мне в тот момент, когда мы возились с этим котом, совершенно явственно, было на каком-то уровне открыто, что вот это маленькое действие несет больше смысла, созидания и пользы, чем какие-то порой наши значимые, великие и огромные дела, участие в каких-то форумах, какие-то лекции, зарабатывание денег, постановка целей, строительство домов. Потому что мир сейчас страшно страдает от отсутствия обыкновенной человеческой доброты, сострадания. Нам всячески внушают, что даже жалость – это плохо. А я в одном из своих выпусков говорила о том, что должна быть реабилитация жалости, испытывать жалость, сострадание – это хорошо. И ни одна медсестра, ни один врач не мог бы адекватно помогать и работать, если бы не испытывал сострадание к больному. И если нет жалости, нет сострадания, тогда будет, например, вот лежит гнойный больной. Есть такая область деятельности, как гнойная хирургия. И вот представьте, лежит гнойный больной в струбьях, в гное. Он смердит, с него течет сукровица, пропитывает все простыни и матрасы. И больной прилипает к этим матрасам. Их нужно размачивать, отрывать, отрезать скальпелем по миллиметру. И выглядит это все совершенно отвратительно и неприглядно. И вот если бы не было жалости и не было сострадания в сердцах у некоторых людей, они никогда не смогли бы преодолеть чувство брезгливости и даже заглушить его и полностью отказаться от него. И делать те процедуры и манипуляции, которые они делают в связи со своим профессиональным долгом. Одним чувством долга и одним желанием зарабатывать и находиться на рабочем месте невозможно эти вещи преодолеть. Нас учили математики, учили химии, истории, обществознанию, литературе, русскому языку, физкультуре. У нас были уроки пения. И позже мы учились на тренингах, читали книги по личностному росту и учились достигать своих целей, учились мотивации. Но практически нигде и никогда нас не учили чувствовать. И очень многие люди бесчувственные, они либо имеют подавленные чувства, либо заблокированные чувства, либо умершие, погибшие чувства, либо извращенные чувства. И найти человека, который чувствует полноценно всю гамму чувств, переживает, крайне трудно. И когда эти чувства здоровые, здоровый гнев, здоровое возмущение, здоровая наполненная радость, искреннее сочувствие, а не притворное, потому что люди тебя одобрят за это сочувствие. Спонтанность, вот эта радость детская, боль за другого человека. Вот этим всем чувствам нужно учиться. И учиться порой взрослым людям, слушая музыку, осознавая, что выражает та или иная музыка, тот или иной аккорд, рассуждая о фильмах, рассуждая о книгах, о картинах. Очень многим людям закрыта живопись, графика, изобразительное искусство, потому что они не видят в этом прикладного смысла, они смотрят, как будто на какую-то плоскость. Но если бы у них была возможность остановиться, посмотреть, проникнуть, поговорить, осознать, открыть для себя что-то новое, то эта зона чувства небы тоже расширилась. И вот такой вот мой сегодняшний вечерний обзор моего собственного настроения, моих каких-то спонтанных мыслей. Пусть он будет вступлением к моему душевному интервью с Ириной Николаевной Смирновой. И мне этот человек ценен тем, что когда прикасаешься к нему, то исцеляется душа. И в наше сложное время я хочу, чтобы вы посмотрели вот это наше взаимодействие, послушали те совершенно необыкновенные импровизации, в конце, о которых я говорила. И вам стало бы сегодня, в сегодняшнем дне, в сегодняшних обстоятельствах и условиях хоть немного легче. Ириной Николаевной музыка это это тайна. Трудно сказать, как она возникла, я до сих пор не понимаю. Из звуков камыша, ветра, пение птиц, но вот эта музыка, которая сейчас, как она возникла, я не знаю. Ириной Николаевной В современном музыкальном образовании стоит вопрос, как научить играть музыку. Не ноты, которые учат играть, разобрать ноты и точно и корректно исполнить пассажи, постичь стиль того или иного автора. Это один вопрос или одна группа вопросов. Но вопрос, как исполнить музыку, которая стоит за нотами и которая существует между нот. Вот этому искусству учат далеко не все педагоги и далеко не во всех консерваториях мира. Любовь. Ты покрывала для плеч, сгорающих от солнца. Ты тайный мир, когда духовно кто-то ближе, чем тот, кто осязаем физически. Ты, соприкосновение душ и параллелограммы других миров. Ты восторг, мурашки, чтение мыслей и переживаний его или ее, стремление делиться красотой и каждой находкой жизни. Жажда упасть к ногам, а не сидеть на пьедестале, как Нефертити или Цезарь, и подношений ждать. Желание быть наедине и погружаться в озера глаз, искать в их кратерах разгадку мироздания. Перетекание из тела в тело, дрожание струн при мысли только о прикосновении. Тут бесконечный поиск встреч, который обновляет жизнь и возвращает силы. Ты, возникший в подсознание глаз Сатурна в плаще из снега. Ты такому определений мало, скажи о них Сафо или Шекспир. Тот эликсир, что делает предателя всего лишь незрелым отроком без мужества. Любовь, ты превращаешь мучение смерти в сладостное вознесение к солнцу. Я покажу вам два примера небольших. Сыграю маленький фрагмент фантазии на карельские темы, на темы карельских йорк. Сначала я сыграю это просто механически, просто ноты. А потом попробую вдохнуть в эту музыку жизнь. Так сухо и не очень интересно. Сейчас попробую сделать это более эмоционально, с внутренней волной и опираясь на внутреннюю форму. мне кажется, так звучит интереснее. Я не могу удержаться, чтобы не смотреть новости мира, новости того, что происходит в России. Практически каждое утро я делаю свой обзор. И, конечно же, уровень тревоги, тревожности значительно повышается. Единственным спасением для меня оказывается музыка. Слушать музыку, играть музыку, говорить о музыке. Это, в общем, сейчас, можно сказать, панацея для всех, потому что музыка без слов работает на подсознании, на сознании, на подсознании работает. Она гармонизует нас, она успокаивает нас, а та рассказывает нам о печалях, которые происходили много веков назад. Люди всегда жили в радости и в горе. Это всегда как бы знаки жизни и радости горе. И мы должны прожить свою жизнь так, как она нам дана. Но музыка спасительный, спасительный духовный круг. И поэтому слушайте музыку, а детей учите музыке, потому что это воздастся вам и им сторицей. Они будут гармоничны, они будут богаты душевно. И вот эмоциональный интеллект, о котором сейчас многие говорят, он развивается замечательным образом с помощью музыки. Какие оттенки чувств? Мы можем сказать радость и грусть, но каждый момент радости в слово одно, а в музыке я сыграю вам 10 пьес, и там будет 10 оттенков радости, а может быть 20 или 100. И вот то, о чем нельзя сказать словами, какая это радость. В музыке мы различаем эту разницу. Мы эмоционально богаты, и наша палитра умение чувствовать, умение чувствовать, воспринимать, она делает нас богатыми. Потому что потом встает вопрос, а в чем смысл жизни? В том, что у меня чего-то много есть? А я думаю, что смысл жизни в том, что ты можешь многое почувствовать. Почувствовать. Не знаю. А дух и душа, они рядом. А это разные вещи, но дух объединяет нас, а душа у каждого своя. И я думаю, что у меня есть Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Вот такая очень простая музыка, понятная детям, но приятная и взрослым. ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вопрос Моцарта и Сальери в виде стопки яда а о помыслах о желчных и ядовитых помыслах, потому что не случайно говорят, она тебя сглазила потому что просто посмотрела ядовитым глазом на тебя и речь может быть идет об этом потому что многие люди которые не испытывают благородных светлых чувств они испытывают негативные чувства и они друг на друга и на нас тоже могут влиять вот негативом отпусти меня боль я хочу тебя выдохнуть чистым осенним дыханием обернуть кожурой апельсиновой сахар кипящий налить отпусти меня боль чтобы мне не стоять не просить подаяния я хотела бы яростно горькую чашу разбить отпусти меня боль сколько ты забрала полотенец я на солнце их высушу ветер оближет рассол отпусти меня боль я хочу проглотить словно хлебец твердый шарик у горла и морфия сделать укол отпусти меня боль дай ожить не ломай мне запястья посмотри на меня я ведь стойкая как муравей отпусти меня боль забирай все слова в одночасье в опустевший бокал родниковой воды мне налей отпусти меня боль почему безо всякой причины и без выкупа временем силами так отпусти я тебя отнесу на скалу подожгу от трескучей лучины отпущу тебя в море и ты меня боль отпусти я всажу в тебя нож рукояткой до самой аорты положу тебя в гроб и засыплю сырой землей отпусти 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 меня боль я царапаю кармина морте добавляю корнет и навеки прощаюсь с тобой ой моя боль вторая сила после зависти это клевета и тут можно оклеветать любого человека потому что если долго говорить о том что белое это черное все думают что это белое это не черное или черное это не белое и вообще какой это уже вопрос какое скажут тогда ты так и будешь думать какое это да тут момент малипуляции я хочу думать что Сальери не отравлял Моцарта зачем ему это делать он был успешным человеком у него учились выдающиеся мировые знаменитости например Бетховен и давайте будем думать что Сальери не отравил Моцарта а то что пишет Пушкин в маленьких трагедиях это фантазия мировые знаменитости ваше знаменитости ваше знаменитости Субтитры создавал DimaTorzok Девочка, Маша Ноябрь Девочка, Маша Ноябрь Девочка, Маша Ноябрь Девочка, Маша Ноябрь Утро венчает день, глоток, тишину ночную Сладкий, словно сирень, что вновь весна нарисует Чашку она взяла, край поцелуем мечен Только она могла так отмечать свой вечер Девочка, Маша Ноябрь Девочка, Маша Ноябрь Девочка, Маша Ноябрь Событиями И, конечно же, многие люди испытывают страх Как сыграть страх музыки? Я его играю в нижнем регистре Страх такой Чувствуете вы вместе со мной? Деструктивный мир А счастье выйду из этого страха с помощью музыки В средний и верхний регистр И вот гармония музыки Дает нам ощущение гармонии жизни Света И здесь по-прежнему светит солнце И летят облака И дождик Капает Какая у меня русская музыка сегодня получается Просто какой-то Чайковский тайный И вот гармония музыка И вот гармония музыка Я познакомилась с Натальей Грейс Практически ровно год назад В Петрозаводске Я так ее испугалась в первый момент Она меня так как бы Поддела сильно И я хотела убежать И я, собственно говоря, начала убегать Но не убежала Видите, у нас получилось сотрудничество У нас получилось творческое содружество И мы работаем вместе уже год И сделали не одну, мне кажется, интересную работу Наталья Евгеньевна читает свои стихи А я играю свою музыку, импровизирую Такой получился новый жанр, поскольку я пытаюсь ритмически очень точно соответствовать Прихотливому поэтическому ритму И поэтому получается, что музыка идеально подходит Подходит под поэтические строки Капель плакальных капель Только бы капель илющих Жизнь нетленную капель Маленьких капель Дождь Только плесни мне капелек пленных Я каплю, каплю, каплю Каждую каплю, 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 каплю Каждую каплю Я люблю, 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 люблю Пульс капельных блеск Капли, капли дождя Хлюпают, слышишь Я люблю, люблю, люблю Капельки слез Мне люблю Пляшут, кляксами пляшут Так близко к стеклам, близко к лицу Ближе, 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 ближе Капли, капельки блюзом всхлипывать Любит на флигелях, клювах, домов Люблю, пляшут на них капли, капли дождя Близостью, глянцевой близостью Лежут я люблю, 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 люблю Только, только, только Несколько капелей я ловлю Люблю, 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 люблю Капля глянцевой кляксы Пляшет слезой любви к лицу Все ближе, ближе, ближе и ближе Я ловлю капельки, капли я ловлю Люблю Хотелось бы сделать, может быть, спектакль Хотелось бы, вообще мне, честно говоря, хотелось бы каких-то гастролей. Хочу поездить вместе с Натальей Евгеньевной и вот перед разной публикой играть, и чтобы Наталья Евгеньевна читала. А потом мне даже хочется потанцевать, потому что все могут танцевать вместе с залом. Вот Наталья Евгеньевна будет читать стихи, я буду играть, а зал будет танцевать в это время. Как вам идея? Маленькая любовь бывает больше большой. Это любовь, которой пахнет хвойная лапка. Это любовь, которой снег касается веток. Это любовь, которой чай обжигает губы. Это любовь, которой кот мурлыкает песню. Это любовь, которой море целует ноги. Смотрит в тебя ребенок. Моцарт ласкает сердце. Свет ложится на щеки. Эх, маленькая любовь, Маленькая любовь, Маленькая любовь бывает больше большой. Маленькая любовь, Маленькая любовь, Маленькая любовь бывает больше большой. Эх, маленькая любовь, маленькая любовь, маленькая любовь, бывает больше большой, маленькая любовь, да маленькая любовь, да будет маленькая любовь, это любовь, которая греет ладонь рукавица, эх, эх, маленькая любовь, это любовь, которой Ирина Николаевна касается клавиш, любовь. Маленькая любовь, ах, маленькая любовь, это любовь, с которой Костя играет на контрабасе. Маленькая любовь, маленькая любовь, она больше большой. Маленькая любовь, маленькая любовь, маленькая любовь бывает больше большой. Маленькая любовь, маленькая любовь, маленькая любовь бывает больше большой. Маленькая любовь, маленькая любовь Маленькая любовь, возможно, совсем не маленькая любовь Маленькая любовь, маленькая любовь Перетекает в большую Стихи Натальи Евгеньевны Они связаны с русской традицией С традицией русской поэзии Они ясные, сильные Не мимишные Они такие могут быть жесткими Искренними, это очень важно Многие люди думают, что им не нужны стихи Мы хотим доказать обратное Когда мы начинаем жить душой Протягиваем нить от сердца к сердцу То наполняем уши тишиной Мы находим потайную дверцу И наковальня, стремя, молоток Висят на ней за место колокольца И режется упругий лепесток Открыть бутон, как паспорт добровольца Но стоит лишь сбежать от тишины Заполните рот словарным нищебродством Как станут розы алые бледны А красота окажется уродством Когда мы смотрим в лица зеркала В зрачки ныряем, словно ночь в колодец Воспламеняется потухшая зола И для толпы ты словно иноходец Иной, другой, не всякому, не всем Преклонишь голову ты мягко на колени А тот, кто не способен жить без схем Останется на низменной ступени И будет думать он, такой, как все Что уникален он с обрезанным копытом Стремясь не к горным тропам А к шоссе с привязанным красивеньким корытом Ты, лилия моя, среди снегов спала Но жизнь и вдох родил движение А в иноходном сердце стынет кровь Волной вздымаясь от прикосновения Не с каждым человеком удается совпасть Внутренне и внешне И здесь, вот вместе с Натальей Грейс Мы очень спонтанные люди И живем в спонтанных ритмах И спонтанных поступках Это не значит, что у нас нет внутренней логики и планов Но то, как мы воплощаем наши творческие желания и планы Абсолютно импровизационно Это очень важно Спонтанность, как мне кажется Один из главных качеств сегодняшнего дня Потому что все меняется каждый день И надо успеть подстроиться под ритм Поменявшего направление мира И поймать волну Вот что такое импровизация Поймать волну Интеллектуальную, эмоциональную Тактическую, стратегическую Мне кажется, что Наталья Грейс Невероятно импровизационна И это мне очень нравится Может вы мой рассветный лучик Может я вам божья роса Может вы для меня попутчик Но буквально на полчаса Может вы для меня потеря Может я потеря для вас Может я вам теперь поверю Может вы мне не в бровь А в глаз И никто на земле не знает Для чего мы родимся вновь То замерзнет, то будто растает жизнь моя И моя любовь Предрассветные дымки будут Кутать небо шейным платком Даже если меня забудут прямо сразу А не потом Ничего не изменится в мире Если мимо пройдешь меня Мир не может кончаться в квартире И в убогости серого дня Мы уйдем, он же будет как прежде Белым светом и черной мглой Для кого-то лучом надежды Для кого-то в сердце иглой Может вы мой рассветный лучик Может я вам божья роса Может вы для меня попутчик Но буквально на полчаса Попутчик на полчаса Попутчик мой на полчаса Попутчик на полчаса Попутчик мой на полчаса Попутчик Играет музыка Я вижу, как живет Наташа Невероятно насыщенно Невероятно активно Как она легко общается с людьми Как она искренне любит их И Импровизация Я думаю, что она спасет нас Я желаю всем заниматься импровизацией Потому что это искусство Спонтанности Оно взрывает старые залежи обид Несчастья и горя И поэтому мы импровизируем И мы радостны Я сейчас вам сыграю какую-нибудь радостную музыку Я не знаю даже какую Не только печаль Смотрю На синее окно Вдали Мерцающие звезды В моей душе оно одно А между нами Стынет воздух В бутыле желтый виноград Оставил огненные слезы Одна иду в цветущий сад Одна в трескучие морозы Одна верхом и вплавь Одна Душа мне спутница Душа мне спутница повсюду Глоточек желтого вина Засахарит мою простуду Есть верный способ Быть собой Когда нет третьего И даже второго нет Сердечный бой Всегда у времени На страже Я надпись вырежу Люблю Ты надпись вырежешь Люби Люблю 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 Люби 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok